Канада Канада. Выходит дом на берег, ни слонов, ни пигмеев, зато хоккея сколько хочешь. Естественно, дом прямиком на хоккейное поле. Воротарем. Ну а кем еще? Не нападающим же. А так дом встал и все ворота загородил. Разум. Но были проблемы. Оказалось, в Канаде два языка. Английский и французский. Разум. И дом не очень понимал, что ему говорят. Но не расстраивался. А жильцы очень даже расстраивались. Потому что эти шайбы в хоккей летают туда-сюда. То окно разобьют, то в лоб, то в борще плавают. Ну выскочат жильцы на балкон, ну покричат. А на каком языке? Но дом призывал жильцов к смирению. Ведь дом на льду не только шайбы ловил. Но как посланник папы, взывал трибуны к добродетели, любви и высоким помыслам. Поэтому дом быстро завоевал сердце народа. И его же хотели избрать президентом. Но тут он вспомнил про прекрасную Бертолуччин. И загрустил. Украсил клюшку цветами. И пошел. Подошел к морю. А тут от папы весточка пришла. Бог с ним, с хоккеем. Хорошо бы сын мой пигмеев в лесах Южной Амазонки навестить. Они тоже нуждаются в духовном наставлении. Хорошо, сказал дом. Не вопрос. Надо так надо. И дом поплыл к пигмеям. В Южную Америку. Приплыл. Выходит дом на берег. Ни слонов, ни пигмеев. Зато дождь, туман. И все по-английски разговаривают. Оказывается, коварный ветер широко. И течение «Гольфстрим» дом снесли. В Англию. Прямиком в Тензу. КОНЕЦ КОНЕЦ